Совсем психанул. Возможен даже принудительный привод Порошенко. Как состоят дела по аресту экс-президента, которого могут доставить принудительно? Следователи подали в прокуратуру ходатайство о принудительном приводе на допрос бывшего президента Петра Порошенко. Об этом написал в своем телеграм-канале экс-зам главы АП Время Януковича юрист Андрей Портнов. Информирую вас по большому секрету, что в прокуратуру для немедленной передачи в суд поступило ходатайство следователей о принудительном приводе на допрос главного государственного и военного преступника. Очевидно, что Государственному бюро расследований к закупке белых халатов с длинными рукавами для ряда членов его партии необходимо объявить тендер еще и на покупку желтого бобика, сообщил он. А мы напомним, что совсем недавно Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР, в связи с чем и возможен, собственно, его принудительный привод. Экс-президент Украины Петр Порошенко, который подал 14 исков против ГБР на БУ и нацполиции о возмещении морального ущерба, снова не явился на допрос в ГБР, который был назначен на 11 февраля. Об этом сообщают украинские новости со ссылкой на источник в ведомстве. Он не пришел, сказал собеседник. О причинах неявки представитель ведомства не сообщил. Тем временем адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил журналистам, что управление, которое вызывало экс-президента на допрос, реорганизовано указом президента Владимира Зеленского. Напомним, 11 февраля Петра Порошенко приглашали на допрос к следователю по делу о судебной реформе. Как сообщала страна, Петра Порошенко подозревают в государственной измене и заподписан к соглашению в Минске 2015 года. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса, полицейскую, судебную и языковую. Также мы писали, что согласно декларации Порошенко отдохнула Франции на 700 тысяч гривен, пишет страна. А тем временем генеральная прокуратура признала, что сотрудничает с фондом.